Всем привет, продолжаем мы с вами фестиваль в игропроме, будем смотреть игры, точнее, как они оформлены, о чем игры и какое первое восприятие у игрока, когда они видят страницу игры. В прошлый раз мы остановились на игре Deep Under, теперь продолжаем. Completely fictional story about City Inside FL. В общем, по иконке, что тут можно сказать, что выделяется в принципе название, но она очень длинная и много здесь слов. Но, в принципе, вот эта клякса, она как бы бросается на зрителя и можно обратить внимание на иконку, но сама иконка темная, здесь что-то происходит и не совсем понятно, что это такое. Какие-то механизмы, ключик, то есть надо всматриваться, то есть в целом иконка спорная. Так, ну давайте смотрим скриншоты. Видим, мы играем за какой-то теплоход или что и плаваем, ну и дальше там собираем коробки. В общем, давайте смотреть сразу трейлер. Так, демо-версия движок Unity делала всего два человека, а здесь скачать вот трейлеры геймплей. Давайте с трейлера посмотрим. Да, по трейлеру видно, что мы плаваем на каком-то судне. Так, смотрю интерфейс игры. Он классный. Такой специально неряшливый, как бы нарисованный. Ну, своя стилистика, в общем, очень круто. Все такое плоский интерфейс. И, ну, сама игра, она все-таки объемная, да, то есть и тут управлять такая смесь. А честно, у меня по восприятию все-таки плоский интерфейс не совсем прям ложится с трехмерной игрой. Так, наверное, звук очень громкий. Вот, персонажи тут плоские. Ну, короче, стилистика, в принципе, это интересная, хорошая. Но, если бы сама игра еще была полностью под плоский, как бы, текстуры, то есть 3D-шного вообще бы ничего не было. Все было бы как в 2D. Был бы круче. Но, типа, ход мы видим, что он такой 3D-шный. Вот. А, в принципе, геймплей, ну, может, из-за того, что я болтаю, не сильно суть он раскрывает, да, то есть ты плаваешь, общаешься с какими-то персонажами, берешь квесты. И, в принципе, ну, что ты выполняешь, наверное, да, но что именно, это как нарратив лор некий или есть тут все-таки экшен, давайте почитаем. То есть, не до конца раскрывает трейлер, в чем суть игры, лично для меня. Исследуйте причудливый город внутри кита, подружитесь с местными и найдите выход наружу. Все, понял. Ну, отправляйтесь в Ивель, удивительный город, управляйте лодкой и взаимодействуйте с миром, с помощью мышки, ага, исследуйте этот мир так, как вы хотите, познакомьтесь с множеством странных и забавных персонажей. Ну, получается, что все-таки это некое исследование, да, как бы, не то чтобы point and click, некий adventure получается, где мы просто с вами путешествуем. Тут то же самое все, да, это тоже трейлер, демо-трейлер, да. Ну, хочу сказать, думаю, своего зрителя найдет, потому что видно, здесь довольно хорошо ребята вложились, так скажем, в качество. Ну, то есть, видно, продукт не сырой, он интересный. По visual все-таки спорный 2D и 3D совмещать, наверное, не все это умеют, но не сильно прям все катастрофически выглядит, так скажем, да. Возможно, немного темный, но в целом он атмосферный, то есть напоминает сразу несколько разных стилей игры, точнее, напоминает этот Don't Strayf там, например, и в том числе квест вот этот, ну, там, не Machinarium, а как он называется, не помню уже. В общем, какие-то смеси стилистики есть. В общем, клево, можно добавлять игру в избранное, отметить, что она интересная. Так, Саларджин, да, я постараюсь быстренько, чтобы не затягивать, как в прошлый раз. Тут играть уже ни во что не буду, просто только смотрим скриншоты игры. Ну, вот этот скриншот по-первых, прям, вообще ничего не понятно. Надо всматриваться, да, что это оказывается какие-то здания, возможно, на какой-то планете. Возможно, это симулятор стратегический или тайкун какой-нибудь. Пока по скриншотам непонятно. Давайте, давайте трейлер сначала смотреть, потом будем читать. Ну, ваш ключ активации, ничего себе. Круто, у меня есть ключ активации. Вот так, один человек делал. Вот это удивляет. Ну, сейчас посмотрим, как на самом деле все выглядит. Трейлер у нас вшитый. Так, а здесь получается у нас такой геймплейное видео. О, нам. Так, и что? Колонию строим на Луне, получается, да, или на Марсе? Ну, впечатляет, что делает один человек. Конечно, технологии развиваются, и там ассеты можно покупать, чтобы все это ускорить, как в визуальной части, так и программирование, да. Но, тем не менее, как много людей мы можем увидеть, которые делают по сетам, ну, и игру, и доводят ее до какого-то релиза, там, до демо-версии, бета-версии, тех-ланч, софт-ланч и полный релиз, да. Ну, то есть, ранний доступ и полноценный релиз. То есть, тут видно, что игра, в принципе, даже менюшки ее взял. Короче, что хочу сказать, давайте сразу по восприятию. По визуалу выглядит классно, симпатично. Ну, не мой стиль, он для меня слишком нагруженный. Вот эта серость, я не очень люблю в играх. Для меня все, что там серое, оно как-то дешево выглядит, как будто недорого. Но вот когда такие желтые цвета, оттенки, уже кажется нормально. Когда вот это все серое, это вот как будто взял ассет без текстуры, и все. В общем, очень много навыков, всего-всего. Ну, понятно, что делается в разработке игра. Ну, в принципе, видно, что уже выглядит тут много контента, так скажем, человек сделал. Не знаю, ну, наверное, любителям, кто любит колонии там создавать. Ну, по жанру я так и не понял, что это тайкун, симулятор какой-то, а-ля стратегия или что. Вот, ну, выглядит довольно мощно. Проделана хорошая работа. Давайте почитаем теперь, что тут у нас очень много текста. Так, 10 уникальных планет. В общем, есть ископаемые некие ресурсы, смена времени суток, радиация, освещенность и другие факторы, влияющие на жизнь колонии, также индивидуальные для каждой планеты. Простая и мощная система строительства. От небольших построек до целых городов с отдельно строящими зданиями, пешеходными дорожками, лестницей, панерями. Ну, типа, может, как фактория какая-нибудь, да, или что-то такое. Так, 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 десятки ресурсов, шесть стран. Орбитальные станции и межпланетные перелеты. Простой и мощный механизм. Так, ну, тут написано, да, космический симулятор, симулятор колонии на Unreal Engine. Выглядит здорово, хорошо, не играю я в такие игры, но, думаю, те, кто шарит в этом, могут себе применять. Так что, в принципе, в список добавляем. Картинка вообще плохая, вообще никакая. Ну, да, тут понятно, что идеи на логотипе, тут солнышко даже, solar как звезда, да, переводится, наверное. Наверное, здесь что-то, ну, вообще каша, если честно, и сливается, и какая-то ерунда, короче. Хорошо, что это на иконке геймплей, как бы изображение, да, не отрисованы то, чего вообще нет в игре. Но я бы переработал. Она не привлекает, она и темная, и коричневая. Ну, короче, так себе иконка. И логотип тоже не очень. Ну, я понимаю, что если разработчик смотрит все это, неприятно слушать, но я из благих побуждений, да, может нанять какого-нибудь иллюстратора по иконкам, который шарит и делает конверсию по клику довольно высокой. Ну, правда, мало кто знает. Это в основном продюсеры шарят, как иконки делают, да, художники не сильно-то и понимают. Так, дальше, не знаю, как читается. Апокрифа, так или не так? А сама иллюстрация мне нравится, классная. Вот. Как бы немножко, может, пустовато, ну, какой-то чувак, вроде бы, значит, магия, RPG, возможно, и так далее, да. Давайте теперь кликать и на сколько ожидания. Ну, да, по скриншотам видно, видно тут колодовство. Как будто даже как шутер некий, да, только с магией. Выглядит пока что так по скриншотам. Непонятно. Давайте теперь опять трейлер смотреть. Альфа-версия, два человека. Ну, как экшен какой-то выглядит. Может, это и не шутер, а может, и шутер. Да. Ну, смотрите, по трейлеру сразу все понятно, в чем суть игры. Ты бегаешь и стреляешься, убиваешься, да. Все окей. Ну, оригинально, наверное, я просто не помню таких игр. То есть, мне кажется, это мультиплеерная игра, да. Надеюсь, я не ошибаюсь. То есть, трейлер так себя позиционирует, как будто это мультиплеерная игра. Ты сражаешься против других игроков. Ну, либо там против мобов. Вот. Ну, кажется так. Ну, по графике в целом ничего, нормально. Нормально выглядит. Особенно, если это сетевая все-таки игра, да, то в целом окей, наверное. Тем более, делают два человека всего. Скидку на это. Мне, кстати, интересно, когда вот делают такие, ну, амбициозно масштабные игры, да. Куда они с ними? Ну, там же, если это мультиплеерная, сейчас еще почитаем. Серваки надо держать. Ну, трафик покупать. Очень дофига всего, чего делать. То есть, ну, довольно, как вам сказать, затратно, да. То есть, должны быть огромнейшие бюджеты, чтобы... Есть страница... Страница, страница игры. Скачать. А, вот, на Steam она ведет. Так. И что тут, отгадал я или не отгадал? Против игроков по сети. Ну, то есть, она не... Непонятно. Типа, по локальной сети, что ли, где очень много компьютеров находится? Непонятно. И бесплатная будет. Вот. Певи-экшен, да. Игра с друзьями. Командное сражение. Ну, понял. Серваков, значит, наверное, не надо, да. Просто сам локально как-то это делаешь. Ну, посмотрим. Интересно. В принципе, ребята молодцы. Хотелось бы, чтобы... Чтобы они это... Ну, нашли какого-то издателя там и развили это все. Ну, кто шарит, увидел бы в этом потенциал и дальше и тому подобное. Потому что денег надо очень вливать много, но и, соответственно, зарабатывать тоже можно на таких играх много. А вот так вот по локальной игре, ну, мне кажется, ну, мало кто захочет вообще этим всем заморачиваться и делать. Ну, может, в каких-то бедных странах там, я не знаю. Бразилия, Индия, может, таким занимаются. Я вот что-то не понимаю. Вот. Ну, короче, посмотрим. Так, это похоже на карты либо визуальные новеллы, да? Да, тут даже экшен есть, некий, ничего себе, битвы, прям драки. Прикольно в виде карт. Так. Интересно. Мой лагерь воспоминаний. Ничего себе, рука. Так. По арту он очень разный. По стилистике имеется в виду. Интересно, применяют тут этот нейронную сеть или нет? Ну, и отличается, может, нет? Где-то, знаете, вот накидываю сначала как скетча, а потом уже чистят художники. Давайте посмотрим трейлер. Демо-версия есть Windows Android на Unity, наверное, делает или... А где технология другая, нет? Неужели я их забуду? Как забыл ту, которую обещал мне забывать? Нет. Я вспомню. Я буду помнить каждый момент. Первые встречи. Драки. Обида. Приключения. Никто больше не заберет мои воспоминания. Хочу сказать, что трейлер крутой за счет озвучки вот этой эмоциональной. И надеюсь, что на английском языке тоже получилось озвучить как надо трейлер, если он вообще есть 80-10 дней назад. Так. Короче. Ну, визуально новелла, да? Это у нас классика. Многие делают сейчас визуальные новеллы. По тем или иным причинам, что и движки есть написаны, что это порог входа минимальный. Сейчас и арт. Можно вообще использовать искусственный интеллект. Но тут, кажется, сами рисовали. Вот. Не сильно я понимаю об этом. Не сильно вижу, отличаю. RPG-система какая-то есть. Два человека делали. Ну, в общем, неплохо. UI... Конечно, хотелось бы доработать. Тут у нас на какой стадии демо, да? Ну, короче, по визуалу тоже, конечно, хотелось бы доработать. Но в целом, если лор там заходит, то визуал и такой сойдет. А если еще и пор механика рабочая, интересная, то окей. Но, в принципе, я бы ребятам, конечно, посоветовал в первую очередь это заказать, привлечь UI художника и поменять весь интерфейс, который есть. То есть, арт, он, в принципе, ничего. Ну, можно, конечно, лучше, но тут, в принципе, уже видно играбельно. Играбельно. То есть, нормально. На цену это не должно, ну, как сказать, покупать такое могут. Вот так вот вам скажу. Вот. Лайкать тут для себя не буду. В принципе, и это я... Зачем я это вообще все отмечаю, да? Ну, ладно, не знаю. Так, дальше. Не знаю, как это читается. Нектофобия, что ли. Кстати, вот тут классная аватарка, нравится. Ну, сразу и понятно, что это визуальная новелла. Здесь ничего не понятно. Это как космонавты, не космонавты. И вообще, мишенина темные. Темные эти, они не привлекают. На них, кстати, кликабельность очень низкая. Это я по YouTube... По YouTube сужу. У меня где иконки темные, на них почти не кликают зрители. Вот, ну, космический корабль. Короче, тут все выглядит темно. Надо трейлер смотреть. Возможно, это атмосферно. Но выглядит по графике так устаревший. Да, ну, там, можете обижаться, можете не обижаться. Понятно, что все, каждый делает в своих возможностях и силах. И мне бы скажите, да, ты попробуй сам сделать. Но я как игрок тут теперь смотрю, да, а не как разработчик. Поэтому мне как самому делать не надо. Вот. Тоже, ну, такой арт, графика средняя, да, такая, кажется, устаревшая. Что это? Кооп, мультиплеер. Играть в команде по четырех игроков. Ну, давайте, кстати. Стима нету. Гугл диск. Понятно. Ну, какая-то озвучка есть. Звучит атмосферно. Короче, они фильтры наложили. И если вот смотреть трейлер, то выглядит ничего так, как бы, как съемка камеры какой-то, да, то прикольно. Ну, хорошо выглядит даже, так скажу. Так, мне кажется, они громко болтают. Выглядит хорошо. По скриншотам полная фигня. И я не знаю, как, как это, ну, как завлечь игрока, который не хочет трейлер смотреть, а судит по скриншотам. Интересно, это ему игра или нет. Скриншоты темные. Ну, а как-то яркость в них добавлять специально тоже не делал, потому что в игре-то такого нет. Поэтому совет, наверное, какие-то прям светлые участки найти в игре и их отобразить в виде скриншотов, да. Непонятно, хоррор, не хоррор. Еще тут написано, что это мультиплеер. В общем, в общем, выглядит атмосферно. Где тут мультиплеер, какой-то экшен, вот этого я ничего сейчас не вижу. Может, этого и нет. Вот там, типа, как он убегает, да. Возможно, это хоррор, да, где надо убегать от пришельцев, как, знаете, с призраками, вот это зомби. Сейчас, что тут еще страшно. Вот. Давайте почитаем. Вы честь команды по устранению биологических и химических угроз. Ваша задача найти и извлечь биологические материалы для последующего анализа. Вашу команду отправят на космическую станцию, связь с которой была утеряна. Незадолго до потери связи с нее было получше сообщение об отказе основного реактора. Исследование окружения. Игроки на станции не одни. Постоянные угрозы и пришельцы все время присутствуют в игром пространстве. Ну, короче, это как некий хоррор, кажется мне все-таки, да. Так. Ну, короче, клево в целом. Да, да, survival horror. Все, вопросов нет. Сделано для своей целевой аудитории. Хорошо сделано. Молодцы. Да, вот если бы тут таймер вот этот поставили, как в геймплее, то, наверное, бы не было бы придирки к скриншотам. Короче, они так-то светлые, все тут не темные. Ну, вот кроме этого. Ну, таймер может вот, да, вот поставить. Так-то. Молодцы. Короче, короче, думаю, могут оценить те, кто любит такие игры. У меня есть такие знакомые. Не мой жанр. В нем я ничего не понимаю. Теперь секретная информация для разработчиков игр. Если вы зритель про игры, прошу вас перематывать по тайм-коду до следующей игры. Вам это знать противопоказано. И вот мы остались с вами одни разработчики, и нас никто не подслушивает. Маркетинг игры – это важная вещь в разработке, и нужно начинать с самого начала, чтобы эти несчастные виш-листы у нас накопились. Как вы знаете, я рассказываю один раз в два месяца об инди-играх бесплатно. Для этого нужно просто заполнить форму, и ваша игра появится в списке живой очереди. На данный момент очередь длится уже до декабря, что довольно долго ждать, зато бесплатно. Если вы не готовы ждать, то всего за 12 долларов вы можете попасть в начало очереди. Сейчас этим воспользовались всего только два разработчика, и их игра появится в апреле. Но данные выпуски смотрят не так много людей, всего 2-3 тысячи просмотров. Поэтому я также делаю подборки с вашей игрой среди популярных, где все выигрыши. Зрители узнают об интересной игре, о которой почти никто не знает, но при этом она достойна их внимания, и может заинтересовать. Особенно тех, кто уже устал слышать об одном и том же. Я рассказывал об игре не шахматы в жанре стратегии, где видео набрало 124 тысячи просмотров. Про квест I Know This Place в жанре головоломок 34 тысячи просмотров на Быть Инди и 29 тысяч просмотров на английском канале. Galaxy Paystation в жанре песочницы 21 тысячи просмотров. И свежее видео про Age of Candies с 6 тысяч просмотров. На канале все видео в долгосрок через поиск набирают десятки тысяч просмотров за счет хорошей настройки SEO. Весь перечень услуг вы можете найти по ссылке в описании. А киберсторий и визуальный новелла. Ой, еще одна визуальная новелла. Но тут много визуальных новелл. Вот тоже непонятно, тут уже это через искусственный интеллект нарисован или нет. Тут я и уже чуть-чуть получше, чем в предыдущей игры, да, поинтереснее. Вот. Может сами рисовали. В принципе, похоже, что сами рисовали, потому что визуальный новелл. Ой, искусственный интеллект они рисуют очень круто. Хотя как-то фотографию, ну, в общем, ладно, не шарю, не понимаю. Давайте смотреть трейлер, чтобы оценить. Уже в релизе, кстати, играй, представляете? Ну-ка, давайте, это же самое интересное. На мобильное. Одна тысяча скачиваний, ну, молодцы, если там сами как-то привлекали трафик своими силами, даже какие-то скачивания есть. Так, трейлер. Тридцать три секунды. Из этого я что смотрю на... Что выбрать можно персонажа? Где вот геймплей в трейлере? То есть мне показывают полтрейлера, кастомизацию некую, да? Так. И все. Ну, короче. Короче, понятно. Давайте геймплей. Ну, а тут уже побольше. Эпизод один. Тайны корпорации. Короче, ля-ля тополя. Ну, в целом, да, что они туда-сюда двигаются, а эти даже затемнены. Так, так, так. Короче, для визуального норма выглядит. Ну, вот тут, это я не знаю, может, аудитория девочки. Целевая аудитория имеется в виду, кто любит кастомизацию причесок и так далее. Вот так вот. В общем, для меня лично, для меня все в целом на среднем уровне. UI неплохой. Обычно они плохие. Команды здесь человек, кстати. Вот. ВК. Что тут? Андроид. Ну, можно и в стиме, наверное, также выпустить. Правда, 100 долларов, да, заплатить в гугле 25. 6 подписчиков всего. Маленькая группа как-то непонятно. Ни пиара, ничего. Как они вообще это все? Тут какая-то другая игра была. Планировалось, наверное. А, вот же, у них паблик есть. Вот он. Вот тут уже больше тысячи подписчиков. Понятно. Даже вон как есть. Так, ну, в принципе, в принципе. В принципе, окей. Так. Ну, не моя тема, но вроде как такой средневизуальный новелл. По первым впечатлению. Может она хорошая, может там лор крутой. Все это интересно, не спорю. Иконка хорошая, мне нравится. Да, иконка очень хорошая. Прям вообще молодцы. Так, здесь тоже иконка интересная, но темное пробуждение. Кажется, как будто это квест какой-то будет. О! Прям как флэш игры. Давно я такого не видел. А, что это? Или визуально выло? Да. Визуально выло. Ну, своеобразная стилистика. Своеобразная стилистика. Прикольно. Прикольно, но... Ну, как кажется, как будто еще это начинающий человек делает в игре 7 концовок. В релизе. Вот тоже в релизе. Вк-плей. 8 человек. Ну, давайте посмотрим. Давайте. Все любят вначале писать в свои студии. Какие они классные, прекрасные. Ну, в принципе, надо сразу геймплей показать. Тут, возможно, лорд, да? Что же это чувствуешь? Что с тобой происходит? Ты меняешься или это донный сон? Где же твои друзья, деточка? Помогут ли они тебе? Или они заняты своими делами? Только вернувшись туда, откуда все зажилось, ты сможешь во всем разобраться. Откуда я знаю, что ты чувствуешь? Ты не одна такая. Открой глаза. Пришло время проводиться. Давайте еще... Ух ты. Давайте еще геймплей посмотрим. Я прокомментирую свои ощущения. То, что я увидел. Они даже озвучку на русском сделали. Ну, хотя и в ВК издались, в принципе, окей. То, что ВК там все на русском разговаривают. Так, тут только кликать-кликать, может что-то делать. Есть какие-то мини-игры там, геймплейные. Тут, наверное, историку куда рассказывать. Получается выбор ответов и, в принципе, вся механика, наверное. Так, хорошо, давайте я прокомментирую. У меня возникли такие впечатления, эмоции, как лет 15 назад, когда я начинал только игры делать. Видно, что ребята очень стараются, вкладывают душу. Ну, прям молодцы. То есть, прям молодцы. из всех своих сил возможностей. Они делают так, как они могут делать, исходя из тех знаний, навыков, которые у них есть. И тут я могу только их похвалить. Я желаю им успеха там, чтобы у них продалось, если она платная, я не знаю, в ВК-плее. В общем, играли. Ну, и дальше продолжать развиваться в этом направлении, делать визуальные новеллы, по фидбэкам работать и так далее, там подобное. То есть, для меня это сейчас такой продукт, как начинающих людей, начинающих команд, я могу ошибаться, конечно. Вот. То есть, он еще для меня не выглядит, как, как сказать, не премиальный, ну, который надо покупать, который игроки захотят купить. Вот. То есть, он такой инди продукт для ламповой своей аудитории. Ну, возможно, кого-то подкупит как раз такая стилистика, такие старания и тому подобное. То есть, что я хочу сказать. Найти ребятам какое-нибудь финансирование, либо за счет этой игры получить финансирование, его вкладывать с развиваться, и все будет, проект уже такие топовые, продажные. Сейчас уже хороший старт, начало, потенциал виден. Тем более, делало 8 человек, это еще попробуйте удержать такое количество людей, чтобы не разошлись, не распались. Желаю удачи. Вот. Тут, скорее всего, тоже визуальный новелл, как похоже. Вот тут, кстати, не очень, ну, непонятно, что это прям визуально она была, да? Мне показалось, как квест, может, какой-то. А, слушайте, а это я не визуально, не визуальный новелл, да? Вот обманчивая, обманчивая совершенно, иконка, обычно визуальный новелл и вот так вот стоят персонажи, болтают, там задний фон какой-то. А это мой RPG в sci-fi и фэнтези сеттинге. Ну, вообще, шок. Ну, кликабельно получилось. Один человек делал, представляете? Unity. VK Play. Многие на VK Play делают. Интересно, как мультиплеерную игру в одного человека может сделать? Где там, чьи сервера? Нет, как бы побаловаться можно, вот чтобы такой продукт играли, если там, ну, поддержка, ну, это же колоссальная работа. Тут и программирование, и арт, и все на свете. В общем, это интересно, конечно, как они так, ну, а если верить, что это один человек, где он, ну, молодец, похвально. Даже выглядит прикольно, там, ассеты, вот это все графика, да, ну, в принципе, круто, да. Со стороны даже можно подумать, что, ух, ничего себе, наверное, интересно. Если учитывая, что делал один человек, тут вопрос в плане качества продукта, да. Первый, второй квартал 2004 года. Ну, игра в итоге вышла или нет? Давайте проверять. В списке желаемого, пока еще не вышло. пока игра не вышла. По UI, ну, в принципе, симпатично. Не совсем мне сочетается с тем, что на картинке есть. Ну, в принципе, нормально. Ну, можно доработать, да, как бы, но не так страшно. Возможно, это все, знаете, ассетами на покупали и вставили. Как играется? Ну, интересно, интересно, прикольно. прикольно, прикольно. А, дата выхода уже 2025 год. То есть, переносится BVP битвы. Ну, амбициозно выглядит, просто. Главное, желаю удачи довести продукт до конца. Так, вот тут у меня аватарка знакома. Такое ощущение, что я про эту игру уже рассказывал на своем канале быть инди. Тенебрис, Терринкогнито. Это сложно пошаговый РПГ. Да, да, я рассказывал про эту игру. Были у меня видеоролики. Сам я в нее не играл. Ну, давайте. Во-первых, по иконке. Ну, в целом, норм иконка. Мех какой-то. Наверное, понятно, что там. Что-то с мехом, что-то сайфай, О, диалоги. Прямо как визуально было выглядело. И тут, 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 тут. По восприятию давайте скриншотов, потом пойдем к трейлеру, да, опять же. Какой у нас там первый скриншот есть вообще? Steam. Вот, есть страница в Steam. Вот, первый скриншот нам вот этот показывает. Первый скриншот окей. То есть, видно, что какие-то битвы там а-ля Final Fantasy или Disciples, да, но надо еще смотреть трейлер, либо играть по UI в целом тут нормально. Вот. Разное разнообразие. Ну, короче, тут вопрос сам, конечно, как там модельки, задний фон, насколько друг с другом сочетаются, еще вот такие обводки, но обводки, ты выбираешь, наверное, в этот момент, да, кого нужно. То есть, что хочу сказать, сами вот эти все объекты, они выглядят плоские, несмотря на то, что они нарисованы как бы под 3D, но выглядит как стикеры, стикеры, которые, ну, ощущаются, они как плоские, вот это самое интересное. Вроде бы все объемно, ну, может, это и нормально, так и неплохо, просто такой стиль. Вот здесь UI уже меня начинает внушать, тут, если еще нормально, здесь очень много всего синего, прям много всего, и обводка, и это, возможно, задний, основной фон не делать синим, хоть он там полупрозрачный, очень много всего, выглядит довольно старомодно, ну, то есть, я такие делал, как раз такой дизайн, UI, там, в 2005-ом, седьмом году, еще сайты, даже пытался в таком стиле как-то делать, выглядит не очень, короче, то есть, я бы тут пожелал UI переработать, ребятам, если есть UI, может обновить, заменить, референс, посмотреть, как минимум, не делать прям все сплошняком синим, то, что получается, только иконки отличаются, какие-то прогресс-бары, вот, и тут даже все синее, короче, ну, голубое, там, не знаю, так, здесь, ну, в принципе, норм, ну, тоже, мне не очень нравится UI, диалогов, в принципе, в целом, нормальный, наверное, в динамике хорошо смотрится, главное, интересно, что здесь, а в такой стилистике сделано, в такой стилистике сделано, отличаются, вот, вот, навыки, ну, навыки уже поинтересовало, тут как затемнение есть, уже лучше выделяется, да, то есть, и тут, ну, я не знаю, может скриншоты разные, в разный период, ну, где-то не обновили, где-то обновили, непонятно, так, давайте трейлер посмотрим, ну, музыка эпичная, вот тут, по трейлеру, молодцы, ребята, они в самом начале показали геймплей, но относительно геймплей, так нарезали чуть-чуть, да, и потом уже вот логотип игры, дальше лор, да, ну, то есть, заморочились, сюжет какой-то тут нам рисуют, ну, в целом, прикольно, такой трейлер, чисто индюшный, но, видно, что старались, о, вот, анимация, спайн, анимация, классная, тут они заморочились, молодцы, как бы, возможно, геймплей, если у них спайн, анимация, а, ну, у них есть, да, может, они не так плоско, выглядят, кстати, в трейлере, ну, да, слушайте, в геймплее, выглядит круче, ну, на трейлере, да, чем, чем на скриншотах, вот это интересное восприятие, то, что тут, вот, везде спайн, анимация, они прям заморочились, очень, выглядит получше, но, все-таки, да, надо затемнить, вот эти интерфейсы, ну, анимации живые, прям, вот это, здорово, сделано, подкупает, сразу такой уже, ценник, игре набивается, в том плане, что, не просто, там какая-то поделка, эстетичная, все-таки, чуть-чуть плосковато, выглядит, но, при анимации, уже пообъемнее, конечно, вот, монстр, более плоский, выглядит, чем люди, кажется, не знаю, короче, сложно понять, ну, в целом, в целом, круто, молодцы, трейлер, меня, больше, впечатлил, чем, скриншоты, но можно добавить, так, давайте, идти дальше, это у нас, ядро, весит, ну, класс, скриншот, визуально, новелл, кажется, да, и, да, выглядит круто, вот, то есть, смотрите, везде же, как, ну, игропром, везде, инди, разработчики, и так далее, да, вот, сколько тут людей, тут 4 человек, то есть, тут меньше, чем там, в других визуальных новелл, которых я смотрю, где 8 человек, ну, сразу видно по арту, по юайю, очень круто, ну, просто капец, это вот, обалдеть, и стилистика крутая, интересно, они в шашки играют, вот это круто, просто я, в восторге, за счет того, что тут иллюстрации, еще разные, и разных ракурсов, и все на свете, то есть, не просто задний фон, где люди, вот там болтают, ну, так вот, да, в привычном положении, а какие-то другие иллюстрации есть, будет прикол, если они все иллюстрации здесь показали, и больше не будет, так, обратите внимание, на данный момент демо и платная версия одно и то же, дальнейшая платная версия будет пополняться новыми эпизодами, через обновление, интересно, где у них это, а, вк play, ну, нормальный подход, нормальный подход, интересно, сколько стоит, весь себя с 9 рублей, прикольно, они уже продают игру, ничего себе, так можно вообще, вот это прикол, интересно, они придумали, то есть продавать игру, хоть и демо-версия, но потом пополнять, пополнять, ну, типа, как некий ранний доступ, и они это сделали, и они это сделали, новелла, так будет, а, вот, отзыв, больше может, да, что, всего три отзыва, два, всего два отзыва, один на лайканый, три часа в игре, всего два, всего два отзыва, то есть игру, наверное, никто не покупал, они сами там купили, поставили отзывы, вот, ну, давайте смотреть, теперь трейлер, ну или круто, прям сразу же, прям вот из-за визуальных, я помню, я на этом тащился, есть озвучка, ну, с трейлером тоже, они тут заморочились, какие-то движения сделали, но на самом деле, у меня это все лишнее, мне даже более эстетичные картинки, было бы норм, смотреть, ну и он, кстати, трейлер вообще ничего не раскрыл, вообще полная фигня, трейлер полная фигня, давайте геймплей, о, тут можно всю игру, всю демку посмотреть, походу, и что, также, вступление, потом загрузка, иллюстрации много, то есть, в этом плане, они очень крутые, то есть, художник тут, прям вообще, старался, да, разные эмоции сделали, и он как, я не знаю, фури, не фури, то, что у него уши есть еще, да, и хвост, выглядит, круто, юай, очень мне нравится, юай, обалденный, и как-то даже, сочетается, озвучки есть, интересно, наверное, там какой-нибудь сюжет, мистика, и так далее, хотели бы посмотреть, на Али в стране чудес, сеттинге, стимпанк, хоррора, это визуальный вайл, в жанре ужасов, где безобидная история, оборачивается настоящим кошмаром, круто, я впечатлен, вот это, ну, блин, вот, картинка вообще плохая, лучше, вот, вместо этого, поставить вот эту, она намного привлекающей будет, и тогда, по визуальной новелле, я вам говорил, я от какой-то вообще, обалдел, не знаю, сейчас, вот, вот эта, Анилия, она крутая, вообще, по рту, и вот это, получается, вторая визуальная новелла, от которой, я прям, впечатлен, да, вот это, вот, очень круто, а, две игры осталось, все, скоро закончим, с вами, ребят, так, по нормальной запись, ну, понятно, хорроры, сюжеты, давайте сразу, не люблю, просто эти жанры, другие любят, я просто не целевая аудитория, поэтому, по скриншотам, вообще, там смысл смотреть, нет чего, там всегда, они темные, трейлер, трейлер, прикольно, по визуалу, классно, ну, скриншот, и полная фигня, а визуал, вот, то, что я сейчас вижу, он крутой, трейлер крутой, озвучка, классная, атмосферно, прям, ну, вложились, вот, прям, смотришь, и думаешь, что, ну, сделал какая-то такая, качественная студия, с бюджетом, неплохим, ну, либо, ну, прям, профессионалы, то есть, я, несмотря на то, что жанр, я не люблю, да, я могу все равно оценить, и по картинке, и по продукту, ну, как минимум, первое впечатление, да, по трейлеру, насколько качественный продукт, так скажем, выглядит, пока и ранее, мере, продает себя, сейчас, скример будет, нет? вроде нет, но если будет, не хочу, 6 человек, дербент, анрион, ну, выглядит круто, скриншоты, полная фигня, потому что темный, ну, вот, легко, в темноте, замуклевать, плохой и хороший продукт, непонятно, все они на одно лицо, трейлер крутой, есть стим, давайте посмотрим, что там в стиме, ну, тут, кстати, вроде отличаются, вытарки, да, тут, типа, так, даже не знаю, что лучше, сложно судить, 1024 год, игра в раннем доступе, демка есть, можно поиграть, ребята раньше, что-то другое делали, тоже скоро выйдет, или он как издатель выступает, непонятно, демка, так, ладно, ну, сделано клево, ну, я хоррор не люблю, не буду отмечать, но, я хотел отдать, сделан, вот, закон над граги, я знаю, мой знакомый ее делает, даже, мне кажется, я о ней как-то говорил, в одном из выпусков, очень давно, мне кажется, ты долго строю, уже делается, там, 2-3 года, может, больше уже, команда 3 человека, фузи пиксель, сразу скажу, я в этом жанре, ничего не шарю, не знаю, вообще такой жанр, даже не знаю, но знаю, что он есть, существует, детективный симулятор, ну, визуально, я знаю, но тут вроде как, не все визуально, было, тут что-то, как вам сказать, ну, какой-то поджанр, есть вот, то есть, там, первые 2 секунды, вот это, это, они делали вечность, вот эту анимацию, вот эту пиксельную, то есть, тут уже просто трейлер, а вот там, где он рукой, что-то сделал, это годами делать, очень дорого, так скажем, и вот это, да, с усами, это тоже все, очень дорого, я сам, кстати, такие трейлеры, не очень люблю, но, наверное, в жанре, такой трейлер, ну, так принято, да, что, вот, выделять персонажей, ну, вот, в японских, всяких, джерпг, шках, они, вот, любят, так вот делать, такого вида трейлера, и тут, видимо, ну, все сделано, вот, в джерпг, шном стиле, так скажем, да, возможно, так и надо делать, если такие, игроки, о, круто, круто, все, буду играть, а если бы, мне так, персонажи в трейлере, бы не показали, я бы не играл, да, не знаю, может быть, короче, мне по трейлеру, тут сложно судить, ну, человечек, бегает, как джерпг, да, тут какие-то, диалоги, вот, я сам не люблю такие трейлеры, они как, под мобильные игры выглядят, или, под консоли, фикс, знает, короче, что-то много всего, ничего не понятно, вот, мне ничего не понятно, пишите в комментарии, насколько вам по трейлеру, игра выглядит классно, заходит, и все понятно, я вот, я далек от этого, далек вообще, интересно, геймплей там, трейлер или геймплей, все-таки, о, 10 минут, смотрите-ка, то есть, можно, чуть-чуть посмотреть, да, ты кликаешь, куда-то, он тыкает, как минимум, сделан поиск пути, по клику, да, и предметы, переход, но анимация прикольная, вот персонажей, да, да, круто сделано, ох, ничего себе, тут анимация, просто, это ж капец, это ж вечность, они, все это рисуют, я не знаю, ну, мощное, потому что, это же пиксель арту, даже спайном, мне кажется, особо не поделаешь, это, ручная работа, ну, заморочен, ну, короче, не знаю, эту игру, надо за миллиарды долларов, уже продавать, потому что, бюджеты тоже растут, человека-часы, вот тут, интересно в плане эффективности, насколько эффективно, ну, добавляет, вот именно такая дорогая анимация, сколько она отбивается, окупается потом, то есть, это очень высокие риски, но будем верить, что у моего знакомого, там, с их командой, все получится, они знают, что они делают, и так далее, потому что, я когда делал, как фанат, какого-то узкого жанра, без маркетинга, все, до свидания, ну, они вроде и маркетинга, умеют заниматься, не как я, что тут болтают, представляете, уже пять минут болтают, да, поменялись, прическа у него поменялась, все, он как судья стал, да, походу, так, и что тут, а вот они, вот здесь, так как, некие оппоненты, возможно, надо читать, конечно, все, да, и текст, тоже, миллиард, тут здесь, текст, этого написано, короче, хочу сказать, диалоги, ну, круто, вот это все, стилистика прорисована, юай, сочетается с тем, что тут есть, в общем, арт хороший, интернет у меня не тянет, в общем, ну, выглядит круто, да, то есть вложено, дорого, сама вот эта штука, ну, меня не привлекает, как бы, джерп, пакешная штука, тем более, они еще так, пикселизованы сильно, что там ничего не видно, не даже, ни глаз, ни рук, ни ног, ну, то есть, ни глаз, ни рта, не видно, ну, это специально так сделано, ну, короче, не знаю, ну, вот, так-то, ну, я, в жанре вообще не шарю, то есть, не буду отмечать, но игра, видно, сделанная, прям, капец, как круто, вот, такой, извиняйте, если немножко занудил, я постарался разобрать, не знаю, кому это интересно, если вы зрители, просто игроки, то пишите в комментариях, что вас привлекло, вообще, такой формат, интересно, разбор или нет, возможно, надо с другими людьми меня приглашать, и тут дискутировать, будет повеселее, ну, разработчикам, не знаю, полезно, не полезно, может, кому-то что-то про свою игру послушать, такой, ну, да, или такой, ну, нет, все, всем спасибо, это последний выпуск был по игропрому данного фестиваля, дальше смотрите уже выпуски, как про инди-игры, другие выпуски про стратегии, рпг, ну, все, что вы там любите и не любите, также есть телеграм-канал, там тоже пишите, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok